Технический рейс номер 2013 Из терминала сразу же в салон Снег, дождь или ветер пассажирам теперь не страшны Особенно тем, кто прилетает зимой из жарких стран Великолепная полоса Мы его ждали с 2005 года На базе старой полосы практически появилась полноценная 3,750 километра, отвечающая всем требованиям И способная принимать все типы воздушных судов Новая полоса проложена вдоль старой Только длина ее в полтора раза больше 3700 метров Ширина 60 метров Это как раз тот случай, когда размер имеет значение Такие габариты позволяют принимать даже самые большие авиалайнеры в мире Вплоть до двухпалубного аэробуса А380 Когда самолет со старой взлетки въехал на новую Пассажиры в прямом смысле почувствовали разницу в покрытии А потом уже с высоты оценили масштабы проделанной работы Сначала борт взял полкилометра вверх А потом, развернувшись над Камским устьем Уже на 100 метровой высоте парил над новой взлетно-посадочной полостой Сделав еще круг по этому же маршруту пошел на посадку Когда шасси коснулись земли, в салоне раздались аплодисменты Впрочем, в этот раз овации предназначались не столько пилоту, сколько пассажирам технического рейса Строителям новой бетонки Сойдя с трапа, они не скупились на эмоции У нас, наконец-то, хороший аэропорт Светка хорошая Кочек нету ровная Всем удачного полета, удачного приземления Конечно, доволен Полоса 3,650 метров Это, ну, я считаю, что вообще идеальнейшая полоса получилась Новая полоса не только размерами отличается Установлено современное навигационное светосигнальное оборудование Это значит, что на запасной аэродром теперь вряд ли отправят Посадить самолет можно даже в условиях плохой видимости, что называется, по приборам Движение самолета в полосе было хорошо Полоса хорошая Мы сами ехали Неровностей нет Длинное, удобное, я считаю Изначально строительство планировалось завершить в 2015 году Но чтобы успеть к Международной универсиаде, работы закончили на два года раньше Кроме новой взлетки, появился еще и перрон площадью 164 тысячи квадратных метров Строительство было непростым Главная сложность – то, что аэродром действующий и очень загруженный Ежедневно 110 рейсов на прилет и вылет Строители новой взлетки получили награды за отличную работу Я думаю, что для нашей республики, вообще для России Вот развитие таких региональных аэропортов, которым станут, я думаю, притягательные, в общем-то, и впоследствии будут хабами Для развития нашей авиации это, несомненно, важно, интересно и, самое главное, нужно, нужно для наших жителей Аэропорт Казани действительно постепенно превращается в хаб – крупный узловой авиапункт До конца июня строители обещают сдать еще один, третий пассажирский терминал Тогда аэропорт сможет обслуживать до 6 миллионов человек в год В два раза больше, чем сейчас Теперь старая взлетно-посадочная полоса будет использоваться только в качестве рулежной дорожки Раньше бы они и садились, и взлетали, и выруливали, что значительно уменьшало пропускную способность аэропорта Самолетам приходилось буквально стоять в очереди Теперь один самолет садится, выруливает на второстепенную полосу, тем самым освобождая место для взлета следующего Дарья Турцева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан